Я вообще сдаете анализы? Что от нас хотят врачи? Протоколы многие говорят, что анализы не сдавать вообще чуть ли не через деньги. И врачи оценивают, что с этим делать. И мы пытаемся суп ножом есть. С чем мы боремся? Какая динамика? Лимфоциты и моноциты, которые мы сдаем, когда болеем COVID-19. Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Березовский. Это канал Hack Explorer. Это канал про здоровье. Сегодня мы говорим, на что обращают внимание врачи при анализах крови, которые мы сдаем, когда болеем COVID-19. Кстати, как я выбирал лабораторию, обязательно посмотрите вот здесь. Итак, при COVID-19 крайне важно много сдавать анализы. Сегодня, слава богу, уже многие врачи их назначают. Понятно, что протоколы многие говорят, что анализы не сдавать вообще чуть ли не через день или каждый день, через 2 дня. Есть набор понятных анализов. Как помню, я не врач, но так как у меня есть мои анализы всегда со мной, давайте попробуем посмотреть, на что смотрят врачи. Начнем, естественно, с общего анализа крови. На что смотрят врачи в общем анализом крови? По сути, первый базовый показатель всегда это лейкоциты. Чаще всего лейкоциты это наши самые активные клетки иммунной системы и, естественно, в самом начале заболевания лейкоциты, давайте назовем, тратятся. То есть, по сути, в начале COVID-19 инфекции лейкоциты снижаются, потому что они активно участвуют в иммунном ответе системы. Дальше лейкоциты могут повышаться, когда мы выходим уже с заболевания. В лейкоцитарной формуле есть лимфоциты и моноциты. Это тоже, но что обращают внимание, в общем, анализом крови лимфоциты точно так же чаще всего снижаются, но очень важно еще такой показатель, мне врачи говорили, абсолютное количество лимфоцитов. То есть, оно должно быть, не должно падать меньше единицы, потому что если оно меньше единицы, значит, у нас практически очень хреновый иммунитет. За этим, в общем, анализе всегда след врачи. Поэтому, когда человек идет уже на поправку, лимфоциты тоже идут вверх. То есть, итого, мы смотрим за лейкоцитами, лимфоцитами и моноцитами. Чаще всего они сначала снижаются, а потом повышаются. Это нормальный ответ нашего организма. Что еще в общем анализе интересно? Это соя. Скорость оседания эритроцитов. Соя это не специфический показатель, как почти все, что мы смотрим при вирусной инфекции или при коронавирусной инфекции. Но соя говорит о воспалительном процессе. То есть, чем выше соя, тем выше идет воспалительный процесс в организме. И на него врачи тоже обращают внимание. Тромбоциты. Тромбоциты обычно, это обратная сторона лимфоцитов, я могу так сказать. Тромбоциты тоже снижаются. Почему они снижаются? Потому что в приковидный эффект идет активное тромбообразование. И они, а тромбоциты участвуют в этом образовании. Естественно, они тоже снижаются. Тоже потом они выравниваются с выздоровлением. Итак, что еще в общем анализы крови? Важная история. Это так называемые палки. Палочка ядерной гранулоциты. О чем они говорят? Палки в сочетании с определенными другими показателями говорят о присоединении бактериальной инфекции. Это именно тот момент, когда врачи могут назначить антибиотики. Итого, в общем анализом крови, давайте подрезюмируем, мы смотрим за лимфоцитами, они снижаются, потом повышаются. Лейкоцитами, тромбоцитами, смотрим соя, потому что это воспаление, и тромбоциты. В принципе, по общему анализу все. Естественно, это задача врачей, мы не врачи, мы пытаемся просто разобраться, что от нас хотят врачи. Идем дальше. Также чаще всего мы берем биохимию. Биохимический анализ крови. Что смотрят в биохимии? Чаще всего в биохимии врачи мне говорят о печеночных пробах. АЛТ, АСТ и так далее. Вот печеночные пробы, эти показатели могут увеличиваться в 2, в 3, в 4, в 5 раз. О чем это говорит? Печень у нас всегда, это такая фабрика по борьбе. Фабрика по чистке, по борьбе. И естественно, если у вас есть еще, не дай бог, сопутствующие какие-то печеночные патологии, эти показатели могут идти сильно вверх. Потому что, по сути, печень активно работает по утилизации фрагментов вируса. Естественно, эти показатели используются в этой утилизации. И они могут повышаться. Еще в биохимии, конечно, смотрят на кретинин. Кретинин, это как бы всегда кретинин отвечал за функцию работы почек. Естественно, нам на почке тоже должны работать хорошо. Если кретинин повышаются, мы понимаем, что почки не работают хорошо. Итого, именно в биохимии чаще всего смотрят на печеночные, по сути, и почечные показатели. Это для того, чтобы оценить функции работы наших главных очистительных систем. Идем дальше. Очень часто при коронавирусной инфекции смотрят на коагулограмм. Вот мне врачи говорят, что два показателя, чаще всего, которые пытаются разобраться, это фибриноген. Фибриноген, он, по сути, такой маркер, на который смотрят. То есть это, а, маркер общего воспалительного процесса в организме, что у нас идет в воспаление, борьба. И второй, это маркер, процесс тромбоза. Чем выше фибриноген, тем выше тромбоз и выше воспалительный процесс. Мы понимаем, что при коронавирусе очень высокий риск тромбоза. И врачи оценивают, что с этим делать. Надо ли давать какие-то антикогулянты, надо ли рожжать кровь и так далее. То есть, и того, в коагулограмме врачи смотрят на фибриноген. И еще есть такой показатель АЧТЧ. Это показатель, который говорит о гиперкоагуляции. То есть, очень кровь быстро свертывается при инфекции, в частности, при коронавирусной инфекции. И на это показатель тоже смотрят. То есть, пустая кровь, говорят, она быстро загустевает. Также, когда берут у нас рядом с биохимией, ой, рядом с коагулограммой, идет такой показатель, это дедимер или дедимер, до сих пор не знаю. По сути, показатель тоже отвечающий за усилие тромбообразования в организме. То есть, он сильно повышается. Вот, давайте посмотрим на мой дедимер. У меня он там меньше 100. Нормальный, то есть, референтное значение, мне пишут, до 500. Иногда мы видели дедимеры 5000, 7000. То есть, идет огромное образование тромбо в организме. И с этим надо что-то делать. Врачи на основании этого показателя, в совокупности с другими, принимают решение о той или иной терапии, связанных с антикоагулянтами или чем-то еще. Это все ставил на функцию врача. Итого, дедимер отвечает за тромбообразование или микротромбозы. То есть, чем выше этот показатель, тем беспокойнее должен быть врач и вы. То есть, надо много пить и принимать антикоагулянт. С-реактивный белок. Ну, это понятный белок. Белок это маркер воспалительного, общего воспалительного процесса в организме. Естественно, он растет, когда мы болеем. Когда мы болеем коронавирусом, и на него тоже надо обращать внимание. Он, конечно, не специфический для COVID-19, но все врачи его активно наблюдают. Еще один интересный показатель – это прокальцитонин. Прокальцитонин – крайне важный показатель, важнейший именно при COVID-19. По сути, это маркер бактериальной инфекции в организме. То есть, если мы видим, что у нас в общем анализа крови есть палки, так называемые, помните, мы говорили, палочка ядерной гранулоциты, и растет прокальцитонин, мы понимаем, что на фоне вирусной инфекции, или не на фоне, а вообще, в организме есть еще бактериальная инфекция, какого-то генеза. И тогда уже врачи могут принять решение о назначении антибиотикой. Это врачебная история, и врачебные… То есть, у врачей смотрят на палки и на прокальцитонин, допустим, на цирреактивный белок. То есть, у нас несколько показателей, которые заставляют врачей звонить в губен или звонить в колокол и говорить, нужны антибиотики. Это растут палки, растет цирреактивный белок, и растет прокальцитонин. И мы понимаем, что эти все три фактора дают врачу необходимую информацию для назначения антибиотиков или для назначения какой-то другой терапии. Это надо просто понимать и знать. Ну, еще довольно-таки сложный показатель, но очень такой беспокойный при ковиде, довольно-таки специфичный, это интерлекин-6. Интерлекин-6, ну, это, по сути, тот белок, маленький такой белочек, который выделяется лимфоцитами во время борьбы организма, во время, по сути, иммунного ответа организма. И, то есть, почему наблюдает этот рост белка интерлекина именно 6, и они есть разные, разные нумерации. То есть, вот, в совокупности с другими интерлекинами, вот, большое выделение интерлекина-6 могут привести к цитокиновому шторму. Это вот тот шторм, который говорили, когда, по сути, иммунный ответ организма настолько сильный, что вот сам начинает уничтожать себя. Итого, друзья, мы с вами посмотрели, какие показатели смотрят в общем анализе крови. Вы помните, это лимфоциты, моноциты, палки, да, помните, да, гранулоциты, вот, и моноциты. То есть, они сначала вниз, потом вверх. Мы посмотрели, что смотрят в биохимии, по сути, печёночные и почечные пробы. Мы посмотрели, за что отвечает додимер, это тромбоз в организме, цирреактивный белок, общее воспаление, прокальцитонин, это присоединение бактериальной инфекции в совокупности с другими показателями, и интерлекин, это показатель, или тот белок, который оценивает вероятность цитокинового шторма. Вот, собственно говоря, и всё, друзья. Зачем сдавать в таком объёме анализы? Я только за анализ. Я считаю, что когда мы идём в терапию для значения препаратов без анализов, это, ну, своего рода, нельзя сказать, преступление, но это как игра в слепую, да, то есть это у нас вот с вами, знаете, куча инструментария, ложка, вилка, нож, а мы даже не знаем с вами, что будем есть, да. Может, там, мы взяли с вами нож, там, взяли какой-то препарат, а нам подали суп, и мы пытаемся суп ножом есть. Вот так я вот считаю, чтобы открыть глаза и понять, с чем мы боремся, какая динамика, анализы надо сдавать регулярно. Если вам понравилась такая информация, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на канал. Вот, это был Андрей Березовский, это был канал Hack Explorer, это канал про здоровье. И сегодня мы разбирали, на что обращают внимание доктора, когда берут анализы при COVID-19.